Привет, друзья! Сегодня опять видео про лидий-ионные аккумуляторы формата 18650 и в частности мы с вами поговорим и потестируем аккумуляторы LG марка у них HG2, по-моему, если я не ошибаюсь заявлено 3000 мАч и самое интересное то, что это аккумуляторы высокотоковые то есть вот эти стандартные на 3400-2600 мАч аккумуляторы они выдают в среднем около 5 А могут выдавать ну, разработаны они так а вот эти LG, как заявлено, выдают ток 20 А это на постоянную, так скажем, разрядку, да и 35 А в пике то есть при каких-то кратковременных больших нагрузках вот такие вот аккумуляторы аккумуляторы эти без защиты вот, например, если с этими сравнить да, обычные без защиты вот такие же, но с защитой они чуть подлиннее эти аккумуляторы без защиты так, аббревиатура у нас здесь вся присутствует все вроде присутствует но интересно, вы знаете, что то, что много-много подделок на них говорят заказывал я их на Алиэкспрессе ссылка на них будет под видео в описании и сейчас мы с вами их погоняем, потестируем то есть много различных признаков существует как определить там по цвету надписей по каким-то точкам сзади якобы на заводе их должны были тестировать да, и тому подобное то есть по пятачкам плюсовым то есть на этом внимания прошивать не будем мы их будем тестировать вот этим моим любимым зарядником Opus который у меня выявил уже много различных нехороших аккумуляторов и выявил много реально хороших аккумуляторов и так, эти аккумуляторы благодаря тому, что у них высокие токи отдачи можно использовать как, например, в модах для электронных сигарет в шуруповертах то есть с никель-кадмия переделывают например на литий-ион то есть вот такие аккумуляторы использовать в принципе можно в шуруповертах но для них это смертельно то есть, ладно, если они просто помрут но они могут еще и, так скажем, хлопнуть, взорваться бывает и такое разрывает аккумуляторные банки из-за того, что нагрузку они не выдерживают они не рассчитаны на такие большие токи это их использовать хорошо в фонариках в различных там, я не знаю, других устройствах где токи не очень большие и не зашкаливают за 5 ампер примерно а эти же аккумуляторы можно будет смело использовать в шуруповертах очень будет мощный шуруповерт будет крутить, выворачивать буквально все подряд ну, конечно, утрирую но все-таки будет это очень-очень хороший шуруповерт то есть, вот такие аккумуляторы использовать можно да, там надо будет использовать еще контроллер заряда но это уже другая история поэтому мы об этом сейчас разговаривать не будем итак, давайте сейчас попробуем посмотрим, заряжены они вообще или нет при помощи классического мультиметра мы это сейчас и выясним итак, подключаемся что мы видим 359 вольта в принципе, нормально 359, 36, нормально что касается характеристик данных аккумуляторов конечно же, верить описанием продавца это не целесообразно и я как путевый скачал дата-шип распечатал его от производителя и давайте посмотрим, что у нас здесь заявлено итак, емкость у нас заявлена номинальная 3000 мАч в принципе, то же самое и заявлено у продавца так, ну, нормальный вольтаж номинальный 3,6 вольта не 3,7 так, стандартная зарядка полтора ампера до 4,2 вольта заряжается понятно быстрая зарядка четырьмя амперами можно заряжать ага, хороший показатель также до 4,2 вольта так, ну да максимальный вольтаж 4,2 максимальный ток 4 ампера то есть 4 ампера это максимум потом у нас идет стандартный разряд это 600 миллиампер то есть 0,6 ампера до 2,5 вольт то есть на 2600 мАч аккумулятора разряжается там до 2,9-3 вольта в среднем а емкие аккумуляторы такие как например Panasonic на 3400 мАч либо эти на 3000 мАч разряжаются до 2,5 вольта то есть этот нюанс надо учитывать так, быстрая разрядка вот интересный параметр 10000 миллиампер ну то есть 10 ампер и 20 ампер до 2,5 вольт разряжается то есть так и вот написано максимальный ток разряда 20 ну 20 ампер то есть пропиковую нагрузку в 35 ампер здесь не указано как было указано у продавца не знаю почему с чем это может быть связано либо этот параметр просто как-то не учитывали хотя это data sheet здесь должны были все параметры учитывать но этого параметра здесь я по крайней мере не нашел может быть где-то если кто-то из вас видел в других источниках так скажем документально подтвержденное что он 35 ампер при пике выдерживает да то напишите пожалуйста в комментариях будет очень интересно почитать заранее за это вам спасибо но как мы видим по data sheet 20 ампер максимальный ток разряда данных аккумуляторов то есть как бы превышать его нежелательно и что будет при 35 даже кратковременном и опять же непонятно что такое кратковременный в течение там доли секунды там 5 секунд или минуты что такое кратковременно тоже непонятно поэтому вот вам лимит 20 ампер что заявлено у продавца то есть вернее у производителя непосредственно в data sheet на данный аккумулятор так вот с этим все понятно переходим к тестам итак для теста нам понадобятся вот такие керамические резисторы номинал у них заявлен 0,1 ома спаял я побольше но это я и зря спаял итак есть один нюанс у меня у меня мультиметр сейчас на данный момент может мерить ток максимум 10 ампер то есть я заказал себе токовые клещи еще на алиэкспрессе которые можно мерить высокие токи но на данный момент могу замерить только 10 ампер максимум ну давайте хотя бы и с этого попробуем начнем посмотрим вообще справляются эти аккумуляторы с данной задачей или нет так выставлено у нас 10 ампер и подключаемся последовательно так есть и смотрим на табло опа 12 и 6 12,5 ампер аккумуляторы выдерживают только так так и палец начинает греться то есть контакт здесь не очень хороший через щупы идет и немножко нагревается сами щупы греться начинает очень сильно резисторы тоже немножечко но нагрелись и так аккумуляторы без проблем дают 12 ампер при данной нагрузке при 0,2-0,4 ома без проблем справляются то есть если бы были какие-нибудь это дохлые аккумуляторы про просадка была бы просто капитальная и он бы этого и близко не выдал бы вы наверно там еще и помер сразу бы да и второй тоже 12 ампер ай греется щуп зараза из-за плохого контакта так что можно сказать по токовым характеристикам конечно это не полный тест естественно ну грубо говоря сейчас мы замерили сняли с них ток в два раза ниже заявленного но по крайней мере десятку он выдает без проблем вы сами это видите даже не десятку а 12 ампер то есть вот такие аккумуляторы любые другие невысокотоковые у них заявлено 5 ампер и в принципе это на их рабочий режим не больше не надо здесь же десятку он без проблем и с него снимаем и когда придут клещи обязательно сниму отдельное видео где произведу замер этими клещами и попробуем снять с них именно 20 ампер и так ну этот тест условно пройден и давайте теперь еще один самый не менее важный тест это проверка емкости сейчас установим в эту зарядку и погоняем потестируем посмотрим сколько миллиампер часов можно снять с этих аккумуляторов заявлено 3 а по факту увидим ну что погонял я эти аккумуляторы и вот что у меня получилось внутреннее сопротивление у данных аккумуляторов в принципе находится в пределах нормы это где-то 30-50 миллион миллион ну в данном случае видите 35-39 то есть как бы норме соответствует для высокотоковых аккумуляторов что касается емкости немножечко я как бы растерян получилось у меня 2520 и 2541 миллиампер часов ну примерно средние 2530 получается я пару раз гонял и в принципе одно и то же значение получается не знаю почему с чем это может быть связано может быть из-за того что высокотоковые как-то что-то это влияет но каких-то адекватных причин для этого я не нашел не знаю почему так вышло но вот 2500 но в любом случае если бы это была какая-то явная подделка то было бы там 1000 миллиампер это в лучшем случае здесь 2500 недобор идет примерно 500 миллиампер может быть из-за токов как-то связано гонял я в принципе на пол ампера током заряд и разряд может быть как-то из-за этого потом погоняю еще на больших токах может быть высокотоковые любят именно большие токи поэтому такие результаты ну не знаю в любом случае это не подделка небольшая небольшой недобор по емкости присутствует по внутреннему сопротивлению все нормально то есть аккумуляторы свеженькие ходить будут долго вот так что еще раз повторюсь их использовать можно для электронных сигарет для модов различных для шуруповертов то есть там где нужна именно высокая нагрузка они именно высокую нагрузку выдерживают максимальные пиковые значения потока мы попозже с вами естественно посмотрим когда ко мне клещи до меня дойдут наконец-таки и там уже будет все абсолютно ясно с этими аккумуляторами но на этом у меня в принципе все ссылочка на них будет как всегда под видео в описании если вы парильщик шуруповетрщик то в принципе можете заказывать я думаю будете довольны вот при заказах на алиэкспрессе не забывайте что любой товар можно купить там реально дешевле об этом также будет более подробно под видео по ссылочкам посмотрите будет интересно на этом все кому видео понравилось или было полезным ставьте лайк подписывайтесь обязательно на канал не забывайте про группу вконтакте делитесь этим видосом со своими друзьями пока до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч